Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинцы вместе с ними и наши редакции обращаются к местным властям с единственным вопросом. Когда восстановят детскую площадку на юго-востоке. Жители поселка Актау живут как на минных полях. С 3 по 7 июня в Казахстане пройдет единое национальное тестирование для выпускников. Жители поселка Актау страдают от постоянных проблем с центральным водопроводом. Источник жизни они получают с перебоями. К тому же в поселке разрушаются дома от частных взрывов на местном рудном карьере. Стены и крыши строения дают трещины. Местные власти говорят в сельчане. На их просьбы о помощи не реагируют. Черная точка на карте области. Так жители Актау называют свой поселок. А как иначе? Нет дорог, освещения, нормального водоснабжения. Проводить ремонт коммуникации местные власти не спешат. Две недели назад были на приеме Акима, вот с присуновой Татьяной. Нам сказали, деньги перечислили, в течение трех дней сделают свет. Ну, свет по сей день не сделали. Это все официально, мы с заявлениями ходили. Мы ходили, вот она ходила, они обращались. Это не голословно. Мы куда только не обращаемся, и воссыны не дают. Но последней каплей стали бесконечные взрывы на местных шахтах. От их силы рушатся целые дома. Стены и крыши трещат по швам, считают жители. Некоторые строения и вовсе проваливаются в почву. Их топят дожди. Ну, 10-15 бывает взрывов. У нас дошло до такой степени, что в наших домах вот такие трещины. Дома проваливаются, падают потолки. Вот у них в доме, прямо на эту женщину упал потолок. На голову упал потолок. У меня пока не упал, но тоже вот таким пузом висит. Это у каждого у нас. Всему виной жители считают цементный завод «Интерин», который постоянно производит взрывы на карьере. А в местном окемате это опровергают. Но после нашего визита обещали во всем разобраться и создать комиссию. А вот о проблемах с водой руководитель отдела коммунального строительства Марат Хайрулин ничего ободряющего сказать не смог. Этот водопровод как таковой у нас на балансе не числится. То есть не на нашем балансе, в нашей собственности его нету, не на балансе услугодателя Актаусу. В связи с тем, что этот водопровод был в давние времена, может не эти жители жили, его самостоятельно проложили. То есть мы его на баланс себе взять не можем. Смотря на то, как местные избранные народом власти разводят руками, Актаусам еще долго придется жить без воды и в постоянном страхе за свою жизнь. Люди просят подключиться к решению их проблем Акима области или дать возможность сельчанам переехать в более безопасные районы. Аймамрина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Караганинский. На детской площадке по проспекту строителей побывали вандалы. Злоумышленники сломали качели, тропинки и другой инвентарь. Детям теперь негде играть и отдыхать. Кто будет восстанавливать территорию и когда, выяснить местным жителям пока не удалось. К делу подключился и наш телеканал. Пенсионер Амиргазы Генжибеков почти каждый день вместе с своими внуками приходит на детскую площадку. Всей семьей были очень рады, когда власти города несколько лет назад на пустыре соорудили для малышей место отдыха. Только последние месяцы здесь хозяйничают вандалы. Они сломали качели и тропинки из дерева. Находиться здесь детям теперь даже опасно. Ну, есть немножко поломанные, немножко мне не устраивает. Я хотел бы, чтобы они были все лучше и следили за состоянием этих оборудований. Эта площадка нам нравится и взрослым, и молодым, и детям хорошо. Магомед Хамурзаев тоже здесь частый гость. Мальчик очень любил кататься на качелях. Только сегодня она оказалась поломанной. И как ее восстановить, юноша не знает. Вот это мы играем, но нечем кататься. Вот поломали, вот тоже поломали мост. Местные жители говорят, что в вечернее ночное время на площадку приходят студенты и совсем взрослые ребята. Тут они распивают спиртные напитки и курят. Не самый лучший пример для детей, к сведению полиции. Кто должен следить за порядком на детской площадке? Многочисленные обращения в жители Вакимат пока не нашли ответа. Карагандинцы вместе с ними и наша редакция обращаются к местным властям с единственным вопросом. Когда восстановят детскую площадку на юго-востоке? Ведь впереди лето, и маленькие жители Караганды тоже имеют право на нормальный отдых. Николай Кровец, Ислабек Аспанов, Арман Артаев. Первый Карагандинский. Жители Шахана хотят создать общественный комитет самоуправления, чтобы совместно с Акиматом решать проблемы поселка. Однако местные власти пока к такому партнерску не готовы. Поэтому сейчас люди собирают подписи для того, чтобы создать общественный комитет самоуправления. Жители Шахана давно говорят про многочисленные проблемы своего поселка. Это разбитые дома, свалки мусора и полуразрушенный стадион. Но недавно к общим трудностям добавился и мост, который после паводка в Карагандинской области сильно пострадал. Чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, шаханцы хотят организовать общественный комитет самоуправления. Затем, чтобы начать контролировать бюджетные средства. Ведь деньги выделяются, но куда они идут, люди, сказать, затрудняются. За последние годы в Шахане дома не строились, а о новых социальных объектах они только мечтают. Недавно в Шахане объединились две школы. Теперь все ученики ходят в одно образовательное учреждение, где с родителей школьников требуют средства на форму, заявляют люди. Нас заставляют покупать форму, которая стоит на девочек 30 тысяч 500 тенге, а на мальчиков 19 тысяч 100 тенге. Это школьная форма, не считая блузок, колготок, юбок и всего остального и канцелярии школьных принадлежностей. Нас заставляют заключать договора. И заставляют заключать договора, и будет оплата производиться эквивалентно курсу доллару США. У нас нету нигде зарплаты, чтобы мы получали эквивалентно доллару США. Это только часть насущных проблем, о которых шаханцы не могут молчать. Недавно люди узнали о том, что в этом году выделяли деньги на восстановление стадиона в поселке. Но пока этим заниматься никто не спешит. От самого стадиона практически ничего не осталось. О власти поселка о проблемах знают и заверяют, что все деньги потрачены с умом. В первых числах июня мы соберемся и решим, как будет дальше развиваться наш поселок. Мы посоветуемся с людьми, какие улицы нужно ремонтировать. Активные жители шахана не останавливаются. Начали сбор подписей, после чего создадут общественный комитет самоуправления. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... С 3 по 7 июня в Казахстане пройдет единое национальное тестирование для выпускников. Это экзамен не только для школьников, но и для учителей, и для администрации области. По итогам ЕНТ будут судить о готовности региона вступить в новые экономические отношения, которые предложил Ильбасын Нурсултан Азарбаев. В Акимате Карагандинской области прошло совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к проведению ЕНТ. Нурмухаммед Абдебеков, Аким региона считает, что есть все предпосылки ожидать хороших результатов национального тестирования. В проведение ЕНТ будут задействованы практически все службы области, вплоть до Национального комитета безопасности. Единое национальное тестирование понятно. С одной стороны, является элементом оценки качества знаний, которые получают наши ученики в учебном процессе. С другой стороны, для самих детей это является важным элементом выбора дальнейшего пути развития. В прошлом году ЕНТ проходили 5059 выпускников, или 68,2% от их общего количества. В текущем же в национальном тестировании примет участие около 7,5 тысяч школьников, или 70%. Основным новшеством этого года является то, что теперь результаты ЕНТ станут секретной информацией. В списках итогов ЕНТ вместо фамилии выпускников будут указаны их едины. Результаты можно будет посмотреть на специальном сайте центра тестирования. Также в аттестат по предметам с данным в рамках ЕНТ выставляется уже средняя арифметическая оценка с учетом годовой. В спорном случае округление оценки проводится в сторону повышения. Анализ результатов ЕНТ 2014 года свидетельствовал о необходимости решения ряда проблем, влияющих на качество образовательного процесса. Это устранение дефицита квалифицированных педагогических кадров в сельских и малокомплектных школах, системный подход к работе методических кабинетов, повышение уровня предметной компетентности педагогов, улучшение психологической подготовки выпускников в процедуре ЕНТ и ряд других вопросов. В этом году вновь отмечается более слабое качество знаний в сельских школах и классах с казахским языком обучения. Средний балл по итогам ЕНТ прошлого года по области составил 76,9, что на уровне республиканского показателя и выше на 2,4 балла. У результатов 2013 года прослеживается определенная позитивная динамика. При подготовке к ЕНТ мы не используем такие общеизвестные в кавычках технологии повышения среднего балла, как, во-первых, искусственное сокращение числа участников ЕНТ. В результате данной технологии сокращается количество слабоуспевающих выпускников и, как следствие, искусственно повышается средний балл. Итоги ЕНТ еще будут подводиться. Пока же надо провести их на высоком уровне. Праздничные мероприятия, связанные с последними учебными днями, закончились. Осталось только последнее. Сдать ЕНТ и многотысячная армия казахстанских выпускников вступит во взрослую жизнь. Какой она будет, зависит от них самих и от того, как их примут в вузах и на производстве. Об этом тоже говорилось на совещании в областном Акимате. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Жители сельских регионов, начинающие свой бизнес, могут получить кредит с эффективной ставкой 15% годовых. При этом 10 из них будет погашать государство. Об этом стало известно в ходе мастер-класса для женщин, который прошел в технопарке Сарарка. Специалисты Ассоциации деловых женщин, представители фонда «Дому» и партии «Нур-Утан» пошагово объяснили им, как начать свой бизнес-проект. Мастер-класс прошел в непринужденной обстановке. Около 40 женщин, начинающих бизнес в УМЭН, накопили для тренеров массу вопросов. Как построить свое дело, определиться с актуальными направлениями и в дальнейшем сбыть товар. Мерике Казбекова приехала сюда из поселка Атасу, Жанаркинского района. Активная женщина планирует открыть свою строительную фирму по выпуску теплоблоков. Аналогов у нас в стране нет, говорит Мерике. Я хочу сейчас поработать под программой «Доступное жилье для граждан Казахстана». Оно активно сейчас работает в России. Три года успешно эти материалы, теплоблоки очень проверенные уже. Очень такая огромная экономия финансовых средств, времени, быстро строить. Активных женщин в регионе немало. Одни открывают швейное дело, другие – кулинарное. Но все проекты очень интересны, а главное – реальны и доступны. Поддержку от государства в развитии начального бизнеса получили уже около 150 бывших домохозяек. На протяжении многих лет они успешно продвигают свое дело. Все это благодаря правильным организованным семинар-тренингам и, конечно же, субсидированным банковским займам, говорит председатель Ассоциации деловых женщин Кадиша Успанова. Очень много государственных программ, о которых женщины вообще не знают. Это есть и у нас, я знаю, что в рамках «Бизнес-2020» там есть участие государства, допустим, 14% кредита, 7% государства, остальные 7% предприниматель. Для того, чтобы стать предпринимателем и получить субсидии государства, не обязательно выдумывать велосипед. Главное – правильно обосновать свою идею, доказать востребованность и окупаемость. Но, как и в любом деле, все легко и просто не бывает. Зачастую банки второго уровня стартап-бизнес-проекта не финансируют. Особо проблематично идет залоговое кредитование жителей сельских местностей. Их недвижимость банки не берут. Но организаторы мастер-класса эту проблему обещают решить. Главное – приехать и обратиться к ним. Аймам Ринажа, Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Новости спорта. Карагандинские боксеры вернулись с победой. Республиканская спартакиада принесла нашим золото, второе и третье места. Сегодня на железнодорожном вокзале мастеров кожаной перчатки встречали родственники и коллеги. Победителей республиканской спартакиады на перроне вокзала встречали коллеги и близкие. Цветы, поздравления, дружеские объятия. Все горды и рады за наших. И еще бы. Ведь Карагандинская область благодаря победе этих людей вырвалась на четвертое место в общекомандном зачете. Иржан Мусафиров – молодой и перспективный боксер в Талдыкоргане отвоевал золото. Свою победу называют ожидаемой. Ведь его первый тренер Виктор Дмитриев, который уже вырастил таких знаменитых спортсменов, как Геннадий Головкин. Также он благодарен своему нынешнему наставнику Вячеславу Титовскому. Их совместные упорные занятия и личный боевой дух дали Иржану одержать вверх. А тренер победителя Вячеслав Титовский о своем воспитаннике говорит с гордостью. Ведь изначально их на спартакиаду пускать не хотели. Причиной – большая конкуренция в боксе. Но, несмотря на препятствия, нам удалось доказать, что Иржан лучше других, говорит Вячеслав. Хотя ему уже 29. Между тем, заслуженный тренер поделился своими будущими планами. В первую очередь, это Кубок Федерации. У нас команда очень мощная. Можно сказать, что чуть-чуть мы не выступили на 100%. Но Кубок Федерации – это тоже командный вид борьбы, бокса. Так что, надеюсь, там уже мы более сильнее выступим. Плеяда молодых и известных боксеров на сегодняшних героях не заканчивается. Работники Федерации обещают вырастить еще немало чемпионов. Аймамрина, Олжас, Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал областной турнир по мини-футболу среди лиц с повышенными потребностями. Около 13 команд, более 100 спортсменов провели соревнования, чтобы доказать свою ловкость и мастерство владения мячом, несмотря на трудности. За ходом игры наблюдал наш корреспондент Аймамрина. На поле стадиона «Шахтер» сегодня очень оживленно. С виду вполне здоровые участники турнира на самом деле имеют проблемы со здоровьем. Все они воспитываются в областных специальных школ-интернатах, детских домах и психоневрологических медико-социальных учреждениях. 15-летний Иван Пьех занимается этим видом спорта уже пять лет. Он воспитанник темиртаусского интерната. Любовь к футболу парень не скрывает. Говорит, помогает сближаться с людьми. Мне нравится мини-футбол, потому что узнаешь людей, знакомишься, общаешься, друзей новых найдешь. Спорт хороший вид, нормальный. Хочу всем сказать, пусть занимаются спортом. Соревнования проводятся в рамках Европейской недели футбола УЕФА. Организаторы турнира – общественное объединение «Спешл Олимпикс». Это всемирное движение, которое пытается через спортивные мероприятия помочь инвалидам найти себя. Нам в этих соревнованиях помогла ассоциация футбола Карагандинской области. Они взяли на себя проведение турнира. Они обеспечили нас квалификационными судьями. И вот они, как отмечают, я разговаривала с судьями, которые вели эти игры, говорят, что уровень детей неплохой. По их физическим возможностям отвечают требованиям. Спорт объединяет и дает хороший стимул, чтобы жить и добиваться успехов. Люди с ограниченными возможностями – не исключение. Сегодня на стадионе «Шахтер» они доказали всем, что ничем не хуже остальных. Аймамлина, Олжас Габасов, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Амаса Волмстер. Субтитры создавал DimaTorzok